Привет, друзья! С вами Наталья Зубкова. Сегодня хочу очень поговорить с вами о родителях. Скорее всего, многие из нас, из вас, недовольны своими родителями. Неважно, молодые вы, вы уже в возрасте, живы ваши родители или умерли. Обычно, когда родители уже умерли, мы уже как-то более снисходительно так о них говорим. Очень часто происходят такие ситуации в жизни, что нам все не нравится. Не нравится в школе, когда мы учились, родители нас там гнобили, родители нам то-то не разрешали. Ну, всяко бывает. Как правило, родители же нас воспитывают, родители же как лучше хотят, а нам-то это не нравится. Мы же самостоятельные, мы же умные, мы же все знаем. Вы знаете, я обижалась на своих родителей, на свою маму, очень я сильно обижалась. У меня прямо очень-очень долгое время была обида на нее. Не так, ну, все было не так, все не так, хотелось бы по-другому. Я не буду сейчас в это все углубляться. Суть, понимаете, в чем? Что я хочу сейчас вот именно рассказать на собственном опыте. Потом произошел какой-то переломный момент такой во мне. Я начала развиваться, у меня началась интересная жизнь, я начала читать умные книги и так далее, и так далее. Я не знаю, что послужило этому, я понятия не имею. Но, но, у меня это обида, вот как говорят, надо прощать. Вот тебя обидели, по одной щеке ударили, ты другую подставишь. Ничего подобного, не надо никакую другую щеку подставлять. Надо просто не позволять себя обижать. Ну, в каком плане не позволять обижать? Не драться там, ничего, ну, просто повернуться и уйти. Ты же можешь, у тебя руки, ноги есть, ты же зачем стоять, вот это все слушать, там, как тебя обижают, унижают. Повернулся, ушел, все. Не вступать ни в какую полемику, никуда. Я не сразу до этого всего дошла своими мозгами, но когда я до этого дошла, я поняла, что я на маму почему-то не обижаюсь. Почему я на нее не обижаюсь? А знаете почему? Я научилась любить себя. Я научилась уважать себя. До тех пор, пока я себя гнобила, до тех пор, пока я себя ругала, до тех пор, до тех пор, пока я занималась самокопанием. Вот окошко все время смотрю, у меня тут весь город видно классно так, отвлекаюсь. До тех пор, пока я считала себя, что я какая-то не такая, я там, может быть, ленивая, может быть, я там что-то еще. Вот я до этих пор, я винила маму. Вот мама, то мама мне, то не привила, мама мне, то не дала. Хотя на самом деле мама дала мне многое. И когда я переосмыслила свою жизнь, когда я посмотрела на себя другими глазами, когда я поняла, что я такая, какая я есть. Я не такая, как все. Я другая, но мы все разные. И надо себя любить таким, каким ты есть. И жизнь очень интересная вещь. Впереди вся жизнь у тебя. У меня вся жизнь впереди. И столько всего интересного, зачем заниматься самоуничтожением. И я обратила внимание, я не знаю, когда это произошло, вот этот момент сам, его как-то вот он стерся, он не был вот конкретно. Вот я обижалась на маму, вот я перестала обижаться. Нет, вот этого не было. Как-то вдруг я как-то ни с того ни с сего поняла, что я на маму-то уже не обижаюсь. И у меня появилось к ней чувство благодарности. Чувство благодарности за то, что это мама. Ну, какая бы она ни была, она моя мама. Ну, мы не будем говорить о том, что там она дала жизнь, это все высокопарные слова. Понимаете, я очень нравлюсь себе такая, какая я стала сейчас. Мой характер, мой образ жизни, мои желания, мои цели. Вот мне все это очень нравится. Мне нравится, как я живу, понимаете. И мне нравится то, что я много могу. Мне нравится, что я много умею. Мне нравится, что я много знаю. Я понимаю сейчас, что я бы такой никогда не стала, если бы я, если бы не моя мама. Если бы моя мама не поставила мне в те жизненные условия, в каких я была. Понимаете? То есть можно взять совершенно одинаковых людей, вот одинаковых вот прям, и поставить их в одинаковые условия. И они вырастут разными. Ну, тут уже ничего не... Тут уже гены, тут уже характер, тут уже какие-то, знаете, родственники, там, предки и так далее, и так далее. Тут уже многое играет роль. А можно взять совершенно... Как сказать? Вот ситуация вокруг тебя, которая была, вот в ту ситуацию, в которую я попала, в той жизненной ситуации, в которой я жила, в которой я росла, в которой формировался мой характер. Именно когда вот это было при маме. Вот за эту ситуацию я ей благодарна. Потому что это закалило мой характер. Я стала очень сильная, я... Меня очень трудно сломать, меня практически невозможно сломать. Я стала очень позитивной. И причем это все произошло вот именно вот в этих трениях, разговорах, недопонимании с мамой. Вот парадокс, кажется. Она все пыталась... Она очень сильным человеком была, она очень... Сейчас ее уже нет. Она была очень сильным человеком. И она пыталась меня сломать, она пыталась меня поджать под себя. Я научилась не ломаться, не прогибаться, уходить от разговора. Вот раньше, знаете, как было? Училась с техникуми. Хочется все домой, да? Вот все домой едут, скучают. А я дома не любила жить. Мне как-то было... Мне дома лучше. А все равно хочется. Но все равно же... Думаю, все хотят, я хочу. Я приезжала домой, три дня больше мы с мамой вместе жить не могли. Уже мы не выдерживали. И я пыталась сначала там спорить, отстаивать свои права, там что-то как-то. А потом я в один-треугольный момент поняла, зачем? Смысл? Она взрослый человек, ее не переделаешь. Но и я не хочу быть такой. И вот вы знаете, я теперь очень благодарна. Я очень благодарна своей маме за то, что я такая, какая я есть. Я бы не стала таким человеком. Я была бы абсолютно другим человеком. Может быть, я была... И не говорю, что я была бы плохим человеком, да, если бы вот в таких условиях и не жила. Но, может быть, я была бы мягче. Может быть, у меня бы не было такого стержня внутри. Может быть, у меня не было бы таких взглядов на жизнь. Я не знаю. Но то, что вот какая я есть, основа в это была моя мама. И поэтому я вам, такой мой совет хороший, будьте благодарны своим родителям за все. За абсолютно все. Не хотите вы с родителями, ну, бывают родители там, коголики какие-то, что-то еще, что-то еще. Это совсем другая история. Я говорю про тех родителей, которые вот... Ну, родители. Поймите, что они не понимают, как по-другому нас воспитывать, когда они вот... Они... Вот то, что они нам дают, и то, что они нам говорят, то, что они пытаются от нас добиться, то, что они пытаются нас заставить сделать, это не потому, что они такие плохие, нехорошие. Нет. Они не знают, как по-другому это делать. Наверное, их воспитывали так же. Вот есть же такие люди, которые вот... Они росли в определенной обстановке, их так воспитывали. И они не знают, как по-другому. И они тоже так своих детей воспитывают. А есть такие люди, которые вот их так воспитывали, им не нравилось, что их так воспитывали, они бы хотели, чтобы к ним относились по-другому. Но они как говорят, меня так воспитывали, и ты вот так же вот огребешь там по полной программе, меня так отец воспитывал, и вот я тебе тоже устрою. А другие говорят наоборот, меня воспитывали так, а я бы не хотел, я бы хотел, чтобы меня вот так воспитывали. Воспитывают своих детей совершенно по-другому, от противного, так сказать, делает выводы из ситуации. Ну, все люди разные, опять же, все разные. Просто что хочу сказать. Любите и уважайте своих родителей. Какими бы они ни были, они наши родители. Родителей мы не выбираем. Хотя есть такая теория, что выбираем. Я об этом уже говорила. Один мой ролик, один из моих роликов, там основан на статье очень знаменитого эзотерика, который, опять же, гипотеза, мы же не можем это проверить, что дети еще до рождения выбирают семью, в которой надо родиться. Но это другая история отдельная. Любите и уважайте своих родителей. Хотя бы за то, что они уже взрослые люди. Хотя бы за то, что они дали вам жизнь, и они как смогли, так вас воспитали. И если вы человек достойный, если вы считаете себя человеком достойным, там, неприступающим к закону, честным, порядочным, чего-то в жизни добившимся, чему-то стремящимся, человек, который может думать, у которого есть мозги в голове, чья это заслуга? Ну чья? Это заслуга ваших родителей, только ваших родителей. Окружение уже потом. Окружение – это когда вы уже школу закончили. От начала это заслуга ваших родителей. И уже только заодно это они достойны нашего уважения. Вы знаете, когда мы своих родителей прощаем, отпускаем эту ситуацию. Может, не прощаем, но эту ситуацию отпускаем. Вы знаете, становится легче жить. Зачем нам вот этот груз нести на себе? Вот там когда-то чего-то мама или папа мне не так сказали. Ну, это они. Они не могли по-другому, наверное, в этой ситуации поступить. Вот как-то так. Спасибо. 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 Спасибо.